Летающие танки Летающие танки Летающие танки В октябре месяце были эвакуированы два крупнейших авиационных завода страны. Один из Воронежа, это завод номер 18, один из Москвы, завод номер один. Здесь началось производство штурмовиков Л-2. Но штурмовик в 1941-1942 года был одноместный, и у него, конечно, была уязвимая часть. То есть противник сзади сбивал наши самолеты. И по приказу правительства было организовано производство двухместных штурмовиков. После того, как модифицированную бронированную летающую машину оснастили дополнительным пулеметом, вражеские пилоты нарекли Ил-2 черной смертью. Штурмовик стал самым массовым боевым самолетом в истории авиации. Каждые полтора часа из сборочного цеха выходила новая машина. В общей сложности оборонные предприятия Куйбышева выпустили около 27 тысяч летающих танков. Ил-2 закончили собирать в конце 1944 года, когда появилась более мощная модификация Ил-10. Этот самолет обладал большей скоростью и имел более мощное вооружение. Посмотреть на уникальные фотографии, а их на выставке представлено около 100, можно до 10 ноября. Светлана Тимофеева, Николай Епифанов, События.